Вовсе на России по Чувашской Республике с целью пропаганды здорового образа жизни состоялась военно-патриотическая игра «Зарница» для детей сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы. Так, для детей была организована насыщенная программа, направленная на формирование духовно-нравственных ценностей, военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование навыков начальной военной подготовки, чувства товарищества и ответственности. Сегодня у нас проходит мероприятие «Первый всероссийский этап» конкурса «Зарница» среди детей сотрудников УФСИН России по Чувашской Республике. Сегодня пройдут как спортивные мероприятия по различным этапам, так и творческие конкурсы. Будет жюри, профессиональный жюри оценивать творческие конкурсы с училища Института культуры, которые выставят профессиональные оценки и дадут объективную оценку всем участникам соревнований. Первый этап включал в себя спортивные состязания. Ребята соревновались в беге на 60 метров, отжимании среди девочек и подтягивании на перекладине среди мальчиков. Наклонив вперед с прямыми ногами, а также преодолели полосу препятствий. Приехала на игру «Зарница» с папой, он работает в СИЗО-1. Мне тут очень нравится. Я познакомилась с новыми ребятами тоже с СИЗО-1, с другими ребятами. Мы сейчас бегали, отжимались, скоро будем вставать на склоны. В общем, мне тут очень нравится. Вторым этапом было выполнение строевых приемов и показ творческого номера, который участники подготовили заранее. За все спасибо, добрый друг, за то, что был ты вправду другом, за тот в медовых травах луг за месяц тоненький на другом. По итогам игры первую ступень пьедестала заняла команда лечебно-исправительного учреждения номер 7. Вторую ступень по праву заняла команда следственного изолятора номер 2. Третью – команда исправительной колонии номер 6. Я Ульяна, мы команда «Бу-Лю-7» заняли первое место. Спасибо нашему наставнику Абериану и Татьяне Николаевне. Все участники соревнований продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, смекалку и умение дружно действовать в единой команде.